Приветствую вас, Александр. Собственно говоря, если вот брать в общем ваш текст, который вы написали, то я бы мог сказать, что реакция на стресс негативно, плюс вот то, что вы пишете про непринятие себя, то, что вы постоянно хотите себя изменить, плюс заедание как способ справиться со стрессом, потому что, ну очевидно, очевидно, что у вас это вырабатывалось постепенно, у вас это вырабатывалось не сразу, и как правило, человек увлекается, так скажем, заеданием чего-то, в том случае, если, ну, не чувствует себя защищенным, вот скажем так, да? И, соответственно, вот вопрос, он, наверное, в том и заключается, собственно говоря, чтобы понять вот этот момент, да, в чём вы чувствуете себя незащищённым, почему вы чувствуете себя незащищённым. Вот. Ну, вследствие чего вы чувствуете себя незащищённым. Вот. И последнее, что вам можно сказать, именно вот в общем, опять же, если мы говорим, именно последнее, что можно сказать, это, пожалуй, отсутствие радости в... вашей жизни, да, то есть, вот именно то, что вы, ну, не радуетесь, именно то, что вы не чувствуете этой самой радости, что вас ничего не радует, то есть, это такое вот очень, ну, депрессивное состояние. И, соответственно, поиск источников радости, возможно, совсем других источников радости, не тех, которые для вас, ну, в той или иной степени актуальны сейчас, вот, например, как горячая ванна и прочее, прочее, это является тоже первостеперной задачей. Поиск эндорфинов. Поиск источников эндорфинов, наверное, даже правильнее будет сказать так. Вот, собственно говоря, то, что можно вам, вот так вот, на скидку ответить. Вы не задаете вопрос, да, то есть, вы говорите, что вот у меня есть такая-такая проблема, у меня есть такая-такая сложность, вот, но я не знаю, что мне с этим делать, соответственно. я не знаю, как мне поступать, я не знаю, как бороться. Вот, соответственно, работа самооценки, с чувствами вашими, с исследованием чувств, раскрытием ваших чувств. Это вот, собственно, тот самый момент, это тот самый аспект, который, на мой взгляд, вот, ну, принципиально. принципиально, принципиально, как-то, вот, прояснить, что ли, увидеть, постараться там, и так далее. Потому что, ну, пока что, пока что, это выглядит так, что вы, знаете, ну, что вы просто в очень, эм, эм, такой, эм, жертвенной позиции находитесь, вот. Выглядит так, что вы очень, ну, эм, очень беспомощной позиции находитесь, вообще, вот. А, я вот просто не думаю, что эта позиция, позиция беспомощности, да, она, эм, ну, может вам принести что-то хорошее. Я вот не думаю, да, я не думаю так. А, вот. И, поэтому, собственно, и веду речь о том, чтобы вы для себя в этот момент, ну, определили, чтобы вы для себя этот момент выявили, чтобы вы, эм, обратили на, ну, на этот момент, эм, свое внимание. Вот, понятно, что, эм, можно, эм, и нужно, эм, здесь, эм, работать, эм, с атмосферой, э, дома. Вот. То есть, понятно, что это очень зависит, понятно, что на вас это влияет, вот. Понятно, что на нас это, эм, ну, воздействует определенным образом. Вот, это, эм, на мой взгляд, эм, совершенно такая, эм, понятная история, вот. Эм, ну, чисто, чисто, вот, по-человечески, понятная история. И мне кажется, что, эм, эм, и в этом вам, эм, тоже можно помочь, в этом вам, эм, тоже можно помочь справиться. Вот, если, конечно, вы, там, допустим, ну, позволите нам, вам помочь. Вот, эм, ну, так вот, вот, так, такой ответ, эм, я бы вам, наверное, мог бы дать, эм, сейчас, опираясь, опираясь на то, что вы, пишете, пишете, вот. В целом, эм, постарайтесь понять, что именно, эм, недостаток безопасности, эм, вот, именно вашей безопасности, недостаток, эм, влияет на то, что вы, так вот, может быть, ну, как вы считаете, да, эм, эм, бесконтрольно, эм, безконтрольно, эм, едите. Вот, потому что вы себя безопасности не чувствуете, и, соответственно, если вы, эм, ну, не ощущаете себя в безопасности, да, то, эм, как бы, вы будете кушать, просто брать, потому что, эм, эм, по-другому, эм, ну, никак, по-другому не чувствуете. Поэтому невозможно достичь этой безопасности, вот. По-вашему, эм, ну, по-вашему мнению. Эм, вот, эм, вот так вот, так вот, я думаю, эм, можно вам ответить, эм, на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было вам полезно, я надеюсь, что вы, эм, сделаете для себя выводы. Вот, эм, что касается текста, то, значит, вы пишете, эм, с детства я не была толстая, но и не дистрофика, а пухлые щечки, щечки и вполне стройное тело. Ну, то есть, класс, это вот, у вас волнует, получается, внешность. До 16 лет в классе была единственная девочка без груди, попы и месячных. То есть, ну, это я так полагаю, эм, тоже, эм, как-то вот вас, эм, ну, как-то вас задевала эта история, я так полагаю. Вот, то есть, вы, ну, сравнивали себя с, эм, э, другими детьми. Вот, и уже тогда, я так понимаю, э, в, ну, в некоторой степени, да, э, вырождалось, какое-то, вот, негатив, негативное, э, э, представление о себе, ого, э, возможно. Вот, я, конечно, кхм, конечно, не берусь, ну, сходить с полной уверенностью, да, вот, но, мне, мне, вот, так кажется. Вот. То есть, если это так, если это действительно так, если вы действительно сравнивали, эм, себя с другими детьми уже тогда, что, ну, очевидно, что у вашей семьи не было в полной мере, вот, ну, поддержки какой-то, да, вот, очевидно, что у вас в семье не было, ну, безусловного принятия вас, вот, опять же, я могу быть не прав, ага, здесь я могу быть, ну, в этом не прав, вот, но мне так видится это, и, соответственно, ну, неспроста вы обращали внимание на то, что вы единственная девочка без груди и попы. Так, пришли месячные, пришла грудь, лишний ЭКГ, я стал весить 67 килограмм, рот был 174, я слышал, что я не худышка, от одноклассников же неплохо бы похудеть, в общем, я взял себя в руку и за полгода сбросил 13 килограмм. Ну, во-первых, тут надо сказать, что я не совсем как-то вот понимаю мотивы ваши мотивы, да, я вот не совсем понимаю ваши мотивы, что послужило, грубо говоря, основанием для, ну, того, чтобы начать, значит, ну, худеть. Вот что послужило основанием для этого у вас именно? То есть вы говорили и другие об этом? В том, что они вот обучивали, что вы не худая или то, что вы себя не принимали. Опять-таки, такой вот, какая, ну, какая вы есть. Вот. То есть это, мне кажется, важный момент, на самом деле. Вот. Дальше. Так. Я весила 54, не могла на себя насмотреть в зеркало фигуры мечты, мне хотелось жить, но я стала бояться еды, боялась конфеты, стала нервной, плакала и мечтала, что креяла. Ну, здесь у вас травматичность идёт от этого пищевого поведения. То есть, по сути, ну, можно сказать, что вы себя довели, да, вот этим напряжением и везде, по сути, стали видеть только лишь такой негатив. Негатив, по сути. Вот. Ну, это естественно, конечно. Вот. При том условии, да, что, ну, условии, как вы относились к еде? В виде. Как раз-таки. Вот. Так что, я думаю, это нормально. Дальше. Так. Спорт в моей жизни был всегда. К чему у вас про спорт? Я поступил в театральный. В театральный. И вот тут все и началось. На курсе я была самая высокая, самая худая. К моменту я весал 60 килограмм, не позволял себе съесть. Сделал по утрам зарядку, по вечерам ходил в спортзал. Спортзал. А, всё равно, ну, не всем надо понять, как трудно и физически, и психологически учиться на актёрском. А, при чём здесь это? То есть, как бы сложно, да, очень сложно учиться на актёрском, но вы же, вы же сами выбрали для себя эту профессию. Разве нет? Так почему в таком случае, вы говорите о том, что не всем, не всем дано понятно? То есть, как бы вы себя, как будто, вот, знаете, ну, выделяете, что ли? Как будто. Вот. То есть, вот, смысл, смысл этого выделения. Какой? В чём, да, вот, в чём смысл того, что вы пытаетесь себя выделить? Вот. Думайте об этом. То есть, если вы, например, выбрали, ну, если это было вашим решением, поэтому всё правильно, то извините, а как тогда всё должно быть? Вот. То есть, вы хотите донести до нас, что вам очень тяжело, но вы же сами выбрали это. Я правильно понял? Так, значит, на первом курсе мне всё нравилось, любую трудность я принимал ещё не очень настолько, преодолевала её. Потому что я учился на одни пятёрки, мне всё завидовали, моды учиться хорошо, спотом занимаются, выглядит прекрасно. Ну, здесь у вас, опять же, ориентир на внешнюю сторону. То есть, это, что вы описываете, да, это можно назвать нарциссизмом. Вы преследуете, вот, что это такое, вот, что такое нарциссизм. Вот. Я думаю, что это будет вам, ну, как минимум, небесполезно, небесполезно будет, значит, что такое нарциссизм. Вот. Потому что очень похоже на то, что вы, ну, вот, ориентированы прямо на этом. Прямо на нарциссизм. То есть, идея в том, чтобы как можно лучше выглядеть, как можно лучше себя там подавать и прочее, 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 проще. Это не всегда хорошо и не всегда позитивно. Вот. К сожалению. К сожалению. Поэтому здесь я вижу проблемы, проблему, проблематику. Здесь я вижу проблематику определенную. Вот. Ну, а дальше все идет, по сути, из-за напряжения и из-за попытки оправдать ожидания. Вот. Которые, ну уж, вы сами на себя, возможно, наложили. Вот. Я вас не обвиняю в этом, но такой ответ можно вам дать. На этом все. Я надеюсь, что помог. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Спасибо.